Мост Новоалтайский, который в народе называют Горбатый. Последние несколько лет путепровод, который соединяет две части города, находился в плачевном состоянии. На нем действовали ограничения по нагрузке. Большегрузы сюда не пропускали. Когда мы вскрыли конструктив, то под ним оказались огромные дыры, насквозь практически, которые создавали угрозу для передвигающихся по нему и пассажиров, и техники. И вот эти конструктивные нарушения практически были над железнодорожным полотном. Это еще более усугубляло ситуацию. Напомним, на ремонт мост закрыли в апреле этого года. Несмотря на то, что путепровод был в аварийном состоянии, строительным работам обрадовались не все жители Новоалтайска. Перевозчикам пришлось поменять свой маршрут. Также водители тратили время на объезд через федеральную трассу. Трудности большие, 120-е не дождаться. Очень хотим тогда возобновиться 25 маршрут. В мою школу в Алтайху дети ездят, полчаса просыпаются, очень неудобно. Стоимость работ составила около 170 миллионов рублей. По словам главы города, после ремонта этот мост прослужит полвека. Все опоры, которые находятся для удержания мостовой конструкции, сегодня сделаны в дополнительную металлическую рубашку. И они будут, соответственно, проведена антикоррозийная обработка. Не обошлось и без сложностей. Мост состоит более чем из 10 опор. И так как работы проводились над путями, нужно было обязательно согласовывать окна, в которых будет отсутствовать движение железнодорожного транспорта. Мы сумели практически на два месяца раньше восстановить движение. И торжественно в субботу будет открытие, и наши горожане могут облегченно вздохнуть. Работы по благоустройству будут продолжаться до конца года. Но транспорт и пешеходы смогут передвигаться по путепроводу уже через несколько дней. Открытие моста состоится в эту субботу. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.